Изменились ли сейчас настроения россиян? Повлияла ли на них мобилизация или повлияет ли она в дальнейшем на то, что думают о войне в Украине жители России? Мы поговорим с нашим следующим гостем. К нашему эфиру присоединяется социолог, научный руководитель Левада Центра Лев Гудков. Лев Дмитриевич, добрый вечер. Добрый вечер. Многие ожидали того, что мобилизация, объявленная Владимиром Путиным, станет неким переломным моментом, изменит протестные настроения россиян. Можно ли говорить о каких-то изменениях? Произошли ли они за последние четыре дня? Можно ли эти выводы делать уже сейчас? Или, возможно, стоит подождать дольше, чтобы мобилизация как-то проникла в самую глубинку России? Нет, если говорить об общественном мнении, то пока рано. На той неделе мы получим данные опросы, и это будет более-менее надежное основание говорить о реакциях различных групп населения. Я предполагаю, что примерно около трети, 40 процентов, это вызовет негативную реакцию. И примерно столько же, я думаю, плюс-минус там сколько-то, это будет пассивное, покорное соглашение с тем, что ситуация неизбежна, и надо подчиняться уголовные наказания за отказ и так далее. То есть вполне такое пассивное поведение будет. Особого восторга, ну это вряд ли можно ожидать, эйфории, готовности идти на войну и воевать. Думаю, что это проявит несколько процентов, может быть, 10 процентов, вряд ли больше. Вот примерно такая ситуация. Но еще раз говорю, что должно пройти время, когда люди должны осознать, к чему это приведет, какие последствия этого будут. Общественное мнение очень инертное и с трудом осмысливает все происходящее. Но при этом мы видим, что на сегодняшние протесты даже в Москве, где в начале мобилизации вышло достаточно много людей, сегодня вышло уже гораздо меньше. С чем это, на ваш взгляд, связано? Люди не верят в возможность протеста в России? Нет, все показатели готовности к протестам, они идут вниз. Потому что, ну, действительно, чрезвычайно жесткая полицейская реакция на это, подавление, суд, там, всякие карательные меры. Поэтому, действительно, готовность непосредственно выходить на улицу и демонстрировать свою позицию, она снизилась. Это не означает оживление такого в социальных сетях, чрезвычайно тревожной, близкой к истерической реакции. Но социальные сети – это все-таки отдельная вещь. Это нереальное, неактивное поведение. При этом на тех видео, которые появляются из российских регионов, в том числе с высказыванием жен, матерей, которые провожают своих мужчин на войну, звучат такие высказывания. Ну, а что мы можем сделать? Наверное, это нужно. Наверное, наверху лучше понимают. Откуда такая пассивность и такой фатализм, которые просматриваются в этих высказываниях? Ну, во-первых, это такая привычная стратегия поведения, тактика поведения по отношению к государству, ощущение научной беспомощности, то, о чем вы сказали, сделать ничего нельзя. А во-вторых, это тоже очень важная вещь – это идентификация с государством. Против государства считается невозможным выступать, это создает внутренний очень сильный конфликт, в том числе и конфликт уже с ближайшим окружением. Давление среды приводит именно к такой вот пассивной манере реагирования. Идти как обреченные. Ну, уговаривая себя еще, что это важно, что это нужно. Ну, повторяя все клиши, которые дает пропаганда. Защищать своих в Донбассе, это необходимо, ну и так далее. Все аргументы, которые выдаются вот на федеральных каналах. Ну, это оправдание себя, это как бы уговаривание себя. Реально, на самом деле, люди довольно сильно испуганы, особенно те, у кого есть дети или люди, попадающие под призывный возраст. Ну, еще раз говорю, что по-настоящему реакция наступит примерно месяца через полтора-два, когда будут осознаны последствия этого. Продолжение следует...